Всем привет! Сегодня мы с вами решаем задачу 22 дня Advent of Code. И давайте я вам сейчас вкратце расскажу, в чем эта задача заключается. Мы с вами бродим по роще с нашими обезьянками. А пока мы бродим, обезьянки нам рассказывают, что роща защищена силовым полем. И чтобы пройти это силовое поле, нам придется ввести пароль. А что за пароль? Как его получить? А вот они говорят нам, что когда мы в прошлый раз его вводили, мы вот такие записи оставили. Что это означает? Это некая странная доска. Вот она нарисована. И ходы по ней. То есть начиная вот из этой позиции, мы должны идти на 10. И глядим мы туда, вот вправо. Мы должны пройти на 10 вперед, но если мы упираемся в стену, это стена, мы просто останавливаемся. И эту команду не выполняем. Повернуть направо на 90 градусов, то есть присмотрю вниз, пройти 5 шагов сюда. Повернуть налево на 90 градусов, пройти 5 шагов туда и так далее. Это такой своеобразный бублик странный. То есть он зациклен. То есть если я выйду вот отсюда сверху, вверх пойду, да, то я появлюсь отсюда снизу. Если я выйду вот отсюда вправо, то я появлюсь отсюда слева. Вот такие правила первой части задачи. То есть нам нужно следовать этим инструкциям, ходить, и мы где-то в конце концов остановимся. А что же такое пароль? Мы должны будем взять место, где мы остановились, и в какой-то формуле его посчитать. А формула зависит от нашего положения. То есть мы остановились вот на 6, 8, на шестой строке, на восьмой колонке, и смотрим в направлении 0. То есть вправо. А, ну да, вправо это 0, вниз это 1, влево это 2, вверх это 3. Ну и вот по этой формуле сложить, получить какое-то число. Вот нас спрашивают, какой пароль. Ну что ж, давайте начнем эту задачу решать. Ну, во-первых, я здесь сразу перечислил направление, то есть создал helper-классы, которые мне пригодятся. Ну то есть есть некий вектор x, y, и мы умеем с этим вектором, зачем нам это дозировать, непонятно, какие-то примитивные операции делать, проверять, что он не сильно большой, и умеем брать все его компоненты по какому-то модулю. Зачем-то мне это понадобилось, не помню сейчас зачем. Ну, в общем, примитивный довольно класс. А вот что значит брать по модулю, почему не просто процент, потому что в C-sharp для отрицательных чисел модуль берется не по математическим правилам, а я хочу по математическим. Вот поэтому это вот так вот. То есть мы прочитали этот файл. Вот он наш файл. Первым делом нам нужно его распарсить. Первая часть – это сама карта. Вот она. А вторая часть – это вот путь. Как парсим путь? Ну, довольно просто. То есть я его парсю и превращаю в массив вот таких штуковин. Это либо поворот, и тогда здесь будет буквочка L, либо буквочка R. И либо это будет 0. Либо количество шагов, тогда здесь будет какой-то, ну, любой символ. Количество шагов, на сколько надо пройти. Ну, довольно примитивно. Я беру просто регулярку, которая либо, ну, еще цифры, либо букву L, либо букву R. А матчу ей, беру значение. Ну, и дальше, если там L или R, то я его и возвращаю. Иначе парсю им там. Довольно просто. Вот таким образом мы получили путь, по которому нам нужно ходить. Дальше. У нас есть карта. У нас с ней неудобно работать. Мы хотим сделать helper-методы. Какие? Ну, вот, например, я хочу helper-метод addPosition, который мне вернет символ, который в этой позиции находится, либо дефолтный, ну, то есть нулевой символ, если мы где-то за границей карты находимся. Зачем мне это надо? Ну, потому что здесь карта такая уродливая, здесь пустоты какие-то и так далее. С ней неудобно работать, поэтому я сделал вот такой helper. То есть если мы по Y за границами карты до свидания, если мы по X за границами картами тоже до свидания, берем символ. Ну, и если он один из наших допустимых, то это он и есть, иначе дефолтный. Возрешаем, то есть нулевой. Все, это вот наша спецфункция. Дальше еще повороты влево-вправо и переход на противоположное направление. Хотим повернуть влево, значит, мы вычитаем единичку, хотим повернуть вправо, добавляем единичку. Хотим повернуться назад, то добавляем два, ну, как бы два раза вправо. И мы смотрим в другую сторону. И все, естественно, по 0,4. Ну, и последний helper-метод, который правильно считает скор, ответ на задачу в зависимости от позиции и направления. Ну, вот эта вот формула, то, что позицию, поскольку мы считаем с нуля, поэтому здесь плюс один. Вот в этих местах на тысячу, на четыре и сам вир. С helper-методами разобрались. Давайте теперь solution смотреть. Значит, как решается первая часть? Ну, она решается довольно просто. Вот у нас есть текущая позиция. Это какая текущая позиция? Ну, это мы находимся на первой строке, координаты 0 по Y. А по X, там, где первая точечка у нас встречается, там мы и стоим. То есть вот здесь вот мы стоим. Или для input, который здесь, вот здесь вот мы стоим. Что это вот вроде бы рабочая штуковина. Направление нулевое, right, как написано. Дальше, что я хочу делать? Я хочу просто в цикле бежать по всем путям, меняя вот эти две переменных, и в конце верну их в score. И все. Зачем мне mapsize? Ну, пока непонятно. Сейчас будет понятно. То есть mapsize – это некий максимальный размер карты. Максимум из Y и максимум из X. Итак, все довольно просто. Если вам сказали повернуть налево, поворачиваем налево. Если повернуть направо, поворачиваем на ground. То есть курдир меняем. Если нам не сказали поворачивать, значит нужно степ шагов сделать. Степ шагов пройти вперед, туда, куда мы смотрим. А что это означает? То есть мы берем нашу текущую позицию, добавляем в ней направление. Ну, смещение, вектор смещения по этому направлению. Ну и не даем себе выйти далеко за границей карты. То есть если мы вышли за границу карты с одной стороны, мы войдем в нее с другой стороны. Но мы можем войти там, где карты нет. То есть, например, мы пойдем вот сюда, вот сюда, да? Погнем здесь вправо и окажемся вот здесь в пустоте. Нам нужно продолжать, продолжать, продолжать двигаться, пока мы снова не окажемся на карте. Здесь написано так. То есть мы двинулись, значит, на этот дир сместились. Ну и пока там не карта, продолжаем смещаться. То есть мы смещаемся, смещаемся в этом же направлении, пока снова не окажемся на карте. Все. То есть вот мы сместились на один шаг по карте. И если мы уперлись в стену, остальные шаги нам делать не надо, мы просто выходим. Все, вот наша текущая позиция, она и есть. Все, это очень просто. Весь алгоритм, там, 10 строк на первую часть. Мы запускаемся и смотрим, что у нас. Ответ 35-90. Это правильный ответ. Повезло. Ну что ж, давайте разбираться с тем, что же такое часть вторая. Ну, значит, бродили мы, бродили по нашему лесу, по роще. И, наконец, дошли до этого девайса, где нужно вводить наш пароль. А оказалось, что не так все. Мы неправильно поняли. На самом деле, оказывается, вот эта штука – это развертка куба. То есть его нужно свернуть, и получится кубик. Вот нам тут показывают, как для этого примера получается кубик. Типа вот это его грань. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот, на самом деле, у него шесть грани. А все они 4 на 4. А наши грани огромные, 50 на 50. Вот эти вот наши грани, вот они тут все 50 на 50. Большие. То есть получается, что мы ходим по… Это для нас развертка куба, а мы ходим по оригинальному клубу, по оригинальному девайсеру. То есть, например, вот здесь переведено. Если мы, стоя в точке А, погнем вправо, то эта сторона, она же свернулась вот с этой стороной, то мы окажемся в точке Б. И аналогично вот здесь. Вот эта, на самом деле, вот раз грань, она заканчивается вот здесь. И два грань – это вот эта вторая грань, уже завернутая. То есть вот эта грань примыкает к вот этим четырем точкам. Раз, два, три, четыре. А вот эта грань примыкает к вот этим четырем точкам, получается наоборот. Итого, из С, сходив вниз, мы окажемся в D, идущими вверх внезапно. То есть из А, идущих вправо, мы окажемся в B, идущих вниз. Ну и так далее. Вот такие сложные правила. Уф! Ну и как же мы будем решать такую задачу? В целом, да, то же самое, ходим в броди, мы в конце считаем ответ. Как же мы будем решать такую задачу? Нам нужно учиться ходить по поверхности куба. Решил я поступить следующим образом. Сначала общий подход. Я буду ходить по каждой грани отдельно. Иду, иду, иду я по грани, вышел за границу грани. То есть грань нумеруется от 0 до 50. И по х, и по х. Вышел за границу, я определяю, в какой грани я теперь оказался, и в каком направлении, и в какой позиции в ней я оказался. И я просто туда переключаюсь. Вот примерно так, как мы это делаем. Ну, во-первых, мне нужно сначала получить размер грани. Ну, это понятно. То есть я беру весь мой мэп и беру самую узкую его часть. Это и будет размер грани. То есть, ну, вот на этом примере. Вот, например, узкая часть. Вот у нее размер 50. А если сюда засунуть пример из условия задачи, то, соответственно, выйдет А4. Это вот размер грани. Дальше. Я строю так называемый face map. Что это такое? Вот я здесь привел пример построения его для примера из условия. То есть я не хочу знать, какого размера эти тайлы. Я просто хочу их знать, координаты, условно говоря, понятно. То есть вот это стоит в позиции 2.0. Потому что вот это 0, 1, 2 по x. Сверху он, то есть он как бы третий, да, с краю. А сверху он первый. То есть поэтому 2.0. Ну и так далее. Здесь, в принципе, все довольно понятно. То есть для вот такого input'а результат должен быть вот такой. 2.0. 0.1. 1.1. 2.1. 2.2. 2.3.2. Понятно. Ну, очень просто я это делаю. Я просто не глядя перебираю некое пространство, в котором все это может оказаться от 0 до 6. От 0 до 6. Это вот грань. Соответственно, это вот координата в карте граней. Это реальная координата. Здесь это координата в карте умноженная на размер очередной грани. И если там не дефолт, то есть мы попали в грань. То есть мы, по сути, вот этим способом бежим по вот этим точкам. По вот этой, по вот этой, по вот этой, по вот этой и так далее. 6 по квадрату, 6 на 6. Точно больше 6 быть не может, потому что кубик всего 6 граней. Таким образом получаем вот такую карту граней. Глядя на эту карту, я буду строить другую карту. Карту перехода из грани в грань. Или пересечения границ. Это я построил карту самих граней. Потом я получил карту переходов. Что такое карта переходов? Это такой словарь. Если я иду по грани номер такой-то, направление таком-то, то в конце концов я окажусь на грани такой-то и буду идти в направлении таком-то. Пока не важно, как это строится. Предположим, что просто умеем строить такую вещь. Понятно, что это мои координаты в результате. Это получается тройка. Не двойка, как раньше. Раньше это была позиция и направление. Теперь это тройка. Это номер грани, позиция в рамках этой грани и направление. То есть вот я начинаю с нулевой грани всегда, самой первой. Потом начинаю с ее начала, начальной позиции, и смотрю вправо. Все, все так. Побегал и побегал по всему пути, и у меня эти штуки обновились. Теперь мне нужно корпус считать. Поскольку у меня позиция относительная, мне нужно ее в абсолютную перевести. Для этого у меня вот есть helper, называется to map position. То есть что такое to map position? То есть я просто беру начало этой грани, про которую мы говорим, а я их в начале посчитал. То есть я беру все грани, как они есть, беру ее координаты, умножаю на face size. То есть понятно, что вот эта координата 2,0, как написано, умножаем на face size, в данном случае 4. Тогда мы получаем, что 8,0. Это как раз и есть 8,0. Вот 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Вот это координата этой штуки. Это как бы начало. То есть я знаю начало каждой грани. Вот в этой переменной. Ну и соответственно to map position работает вот так. Просто беру начало и добавляю позицию внутри face. Все довольно просто. На самом деле мне удобнее было еще сделать helper, который не вызывает... Ну короче, стена или не стена в конкретном месте. А где? Вот на этой грани, вот в этой позиции внутри грани стена или нет. Ну просто берем, проверяем, превращаем в map position. Наш уже знакомый метод это вызываем. Если там решетка, значит это стена. Так это вот простые вещи мы рассмотрели. Читаем, что у нас транзишены построены. Тогда, если транзишены построены, как нам сделать переход? Эта функция делает переход. Она говорит, если ты стоишь на этой face, на этой границе, на этой грани, и идешь в каком-то направлении, вот с такой-то точки, то ты окажешься на такой-то грани, в таком-то направлении, в такой-то точке. Понятно, да? Ну и все. Теперь само решение выглядит довольно тупо. Если повернуть влево, повернуть влево, повернуть вправо, повернуть вправо так же, как и в первой части. И дальше делаем step шагов. Тоже так же, как и в первой части. То есть, а именно как? Вот мы говорим. Наши новые координаты будут вот такие. то есть пока что мы остаемся на той же грани, в том же направлении, в той же позиции, добавляем себе gear, и мы вышли за границу, вышли за размер грани. Ну, то есть почему здесь… А, ну да, что такое in range? Я тут, наверное, вам слишком кратко показал. In range – это вот такая вещь, то, что и x, и y от 0 до range включительно. То есть если грани размером 50, то 49 меня устраивает. То есть поэтому in range – минус 1, потому что face size – 50, то есть получается 50 меня уже не устраивает. Итого, то есть если я вышел за границу очередной грани, то я делаю переход. Я говорю, хорошо, значит, вот эти next pos, next gear и next phase, которые раньше были неправильные, а правильные те, которые make transition возвращают. Если там стена, ну точно так же, как и в первой части, значит, получается, мы уперлись в стену и заканчиваем, следующие шаги мы делаем. Иначе переходим в эту точку. Все, предельно просто. Ну давайте разберем. Я медленно подбираюсь к build, face transitions, потому что это самая жесть. Make transition – последняя простая часть. Как перейти из этой грани, из этого направления, из этой точки вот туда? Все довольно просто. Мы по нашей карте переходов смотрим, ага, из этой грани, из этого направления, ты куда бы перешел? На эту грани, на это направление. Это мы уже вычислили, оно не изменивается. Осталось найти только точки. Вот. Значит, как мы ее находим? А очень просто. То есть мы берем точку, добавляем dir, мы знаем, что мы вышли за грань. Вот таким образом. Вот таким образом мы остаемся внутри этой грани. Mode face size означает, что мы как бы в свою собственную грань зашли с другой стороны. Ну и все. Теперь, по сути, на самом деле нам нужно провернуть всего лишь эту точку, провернуть столько раз, пока dir не превратится в two-dir. Ну, то есть, условно говоря, если они совпадают, ну, то есть мы шли вниз и продолжаем идти вниз, например, тогда этот цикл не выполнится ни разу, и мы, по сути, останемся, ну, как бы мы просто сместились в следующую грань, вот в эту, да, в two-phase. Но dir у нас не поменялся, а точка встала вверх, ну, то есть мы шли вниз, шли-шли-шли, там снова грань, и мы снова движемся вниз. То мы, получается, как бы в начало, то есть с конца попадаем в начало, с начала в конец и так далее. Ну, а если нужно было провернуться, ну, значит, просто проворачиваем и все. То есть все, что нам нужно, это научиться проворачивать грань, ну, точнее, ну, грань, да, что еще грань, точку внутри грани, находящуюся, поворачивать ее направо. То есть мы поворачиваем направо, как здесь видно, да, наш dir все время направо, и точку тоже направо, то есть столько раз, пока они не окажутся в одном направлении. Так, что значит поворачиваем направо в эту точку? Вот пример, то есть вот наша точка внутри грани была вот с какой-то такой координатой, должна стать точкой вот с такой координатой, то есть она провернуться должна вот сюда. Неправильно нарисовал, да? Вот, вот так должен был нарисовать. Дальше, что такое поворот в нашей системе координат, когда y вниз, а x смотрит вправо? Вот это пример, то есть если точка была здесь, должна оказаться здесь, то есть x у нее будет равен минус y, здесь был y отрицательный в этом примере, а здесь должен быть x положительный, то есть поэтому минус y, а y, соответственно, просто x, то есть он был положительный, остался положительный, просто x. Ну, то есть была x координата вот эта, теперь это стало y, то есть это вот как, это правило поворота в этой системе координат. Теперь, как же вот это дело повернуть? Нам нужно на самом деле начало координат переместить в середину вот этой штуки, вот сюда, потом провернуть по вот этому правилу, а потом начало координат вернуть на свое законное место. Но надо понимать, что вот эта точка в серединке, которая здесь, она стоит между таймами, ну, давайте я пример еще один приведу, то есть типа вот мой тайм, и вот эта точка, относительно которой надо поворачивать, у нее нет никакой координаты, она вот тут вот в серединке стоит. То есть если эта координата 0, 1, а это 2, то точка находится в координате 1,5 на самом деле. Как же нам это сделать, мы же в целых числах каким работаем? Ну, довольно просто, мы просто все координаты умножим на 2, умножаем их на 2, тогда эта точка будет уже в целом, серединка, будет находиться в целочисленных координатах. То есть вот мы это и делаем То есть мы умножаем свою координату на 2 Потом мы смещаем Начало координат Вычитаем ее так, чтобы наша нулевая точка Вот точка 0, да, у нас Оказалась отрицательной Поэтому вычитаем, проверяем Если размер 4, size 4 Face size 4 А точка 0, она должна стать какой? Вот это 0, минус 1 Минус 2 Минус 3 она должна стать Минус 3 Итого, значит, здесь что? 0 остается 0 Face size 4, минус 3 Все, правильно, математика работает Дальше поворачиваем по этому правилу То есть в x минус y, а в y x Повернули и обратно возвращаем То есть то, что мы вычитали обратно Добавляем Умножали на 2, обратно делим на 2 Все, вот мы, получается, провернули точку Внутри этой координаты Ну, как бы все, мы разобрались с тем Как работает make transition То есть мы задачу, по сути, решили Осталась самая сложная часть Самая сложная часть Это вот, что такое Как же построить все переходы Уф! Много тут кода Ну, давайте расскажу, как он работает Я сначала строю более простую карту Такую Вот весь сход сначала строит более простую карту Если я нахожусь на такой грани И иду в этом направлении На какой грани я кожусь Предположим, что эта карта мне известна Тогда вот это вот у меня словарик Который по паре фейсов То есть если я из этой грани Иду в эту грань То я иду в этом направлении Это словарик вспомогательный Для вот этой штуки На последней Которую финальную формирую То есть из этой грани В эту грань Я, оказывается, шел Вот в этом направлении Когда переходил Ну и все Тогда получается, что у меня есть Зная вот эту карту То есть face and direction To next face То есть я возвращаю уже то, что мне надо Face и direction В новый face В новую грань И в каком направлении я окажусь Так вот Если бы я шел из той грани в свою То я шел бы вот в этом направлении Вот по этому словарю То есть из той грани, в которую я иду В свою То я шел бы вот в этом направлении А если я наоборот в нее приду То я окажусь следующим В противоположном направлении Ну все Вот так вот это работает Самое интересное Вы, наверное, увидели Тут кубические координаты Сейчас будет Итого Как я собираюсь это строить? Пункт первый Простые вещи Те face, которые стоят рядом друг с другом То есть я бегу по всем face Из каждого из face Я смещаюсь в каждом из направлений Смотрю новый face Новую грань Есть у меня там грань или нет? Ну то есть еще раз Вот напоминаю карту То есть я такое Беру из этой точки Смещаюсь вниз Есть в моей карте грань С этой карте Есть А в этом нету И в этом нету И в этом нету Понятно То есть Итого Бегу по грани Беру соседнюю грань В каждом направлении Если она существует Оказывается Идя в этом направлении Я попаду в эту грань То есть это простые Соседние грани уже добавлены В этот метод Дальше я придумал такую идею Построю-ка я Этот кубик В трехмерном пространстве А это будет кубик У которого Каждая грань Задается точкой середины У этого кубика Будет радиус В данном плане Вот в этой задаче В кубических координатах Точнее этих граней Вот поэтому Я туда и добавляю То есть нулевая грань Она находится в координатах 0,0,1 То есть Ее серединка Она смотрит Смотрит на меня Выступает Из экрана на меня А также Я здесь храню Набор направлений Вдоль которых Нужно Провернуть исходный куб Чтобы эта грань Стала смотреть на меня То есть Оказалось Вот в этой же координате 0,1 Естественно Начальная нулевая грань Ничего проворачивать не надо Поэтому там У стоимости То есть Мы ничего не делаем И она окажется Глядящей на нас Потому что она и так Глядит на нас Дальше Мне нужна вспомогательная штука Которая позволяет мне Провернуть Координату мою Трехмерную Либо Провернуть ее В направлении Up То есть Кубик уронить вперед Провернуть направление Down Кубик уронить назад Провернуть направление Right Провернуть направление Left То есть Вот для каждого Из четырех направлений У меня здесь есть функция Которая поворачивает координаты Так Что значит поворачивать Давайте посмотрим Тоже довольно просто То есть Повернуть вверх Это что означает Что Икс естественно Останется на месте Z Координата перейдет в Y Минус Y Координата перейдет в Z Ну или Y Минус Z Без разницы Ну есть вот То есть вот они тут все написаны Можно просто проверить Это Это я составил просто в уме Представляя как поворачивается Кубик Ну что Ну это не очень сложные штуки Итогом Повороты Как повернуть Ну и все Получается у меня есть Какие-то известные вещи То есть какая грань В каком направлении В какую грань превращается Есть координаты Всех граней Вот Сначала только первые Но вот этот Цикл Он сейчас заполнит Для остальных Сейчас мы его разберем Допустим Мы знаем эти координаты Всех этих граней И повороты Которыми мы К этой грани приходим Ну приходим к тому Что она станет Смотреть наверх Тогда что мы сделаем Мы просто бежим Снова по всем граням Для каждой грани Мы знаем Как нужно ее Поставить наверх И берем Применяем Ко всем координатам То есть поворачиваем Вот эти вот Кубик ворс По вот этим вот Ротейшнам Что это означает Мы бежим просто По все ротейшнам И всех их применяем Взяли начальную координату Где там эта координата была И повернули И собрали такой словарь То есть по координате После поворота То есть еще раз Взяли очередную грань Применили повороты Которые для этой грани Приводят ее В начальное положение Вот в такое начальное положение Все остальные грани Тоже как-то провернулись И собрали мы Мапку Дикшин В этой координате Теперь находится вот эта грань Ну окей Тогда получается Что если мы возьмем Нашу грань Она сейчас смотрит наверх На нас смотрит И начнем мы проворачивать В всех направлениях Ну то есть Если это уже вычислено Мы просто это пропускаем То есть мы говорим Ага Ну-ка провернись Как ты грань Смотрящая на нас Вот в этом направлении и такие а а там теперь стоит грань вот это то есть по этой координате там вот эта грань все получается что вот эта грань повернута в этом направлении попадает в эту грань ну и так далее то есть это довольно просто получается что мы если мы в состоянии заполнить эти кубические координаты кубические трехмерные координаты наши грани нашего кубика центров грани то остальное все уже работает как мы будем это заполнять довольно просто мы будем это делать пока не заполним то есть у нас их всего шесть месяцев 6 мы используем вот здесь пока мы не заполнили надо заполнять а что начинает выполнить бегу по всем граням которые заполнены для которых уже координаты есть вот я нашел очередную грани которой координаты уже известную вначале это будет вот это получается что теперь мне нужно посмотреть по всем четырем направлениям что там будет находиться мы смотрим в очередном направлении и там что-то уже есть класс ну это за счет того что мы вот эту начальную штуку заполнили мы знаем какая там грани то есть мы знаем мы берем по тем грани для которых координаты известны бежим дальше бежим по всем направлениям таким по которым нам известно какая там грань и неизвестны ее координаты то есть там грань есть и мы про это знаем но мы еще координаты для нее не заполнили ну то есть вот в этом примере который вот здесь да для вот этой например грани вот для вот этой координата заполнена да у нас одна и в этом направлении ничего нет и неизвестно ничего нет и неизвестно вот это направление координаты еще нет, но зато мы знаем, какая грань. И мы сейчас посчитаем координаты этой грани. Здесь ничего нет, и на этом первый цикл у нас закончится. Потом мы начнем считать для вот этих вот всех. И так далее. Они будут так вот расширяться и расширяться, пока не заполнившие координаты. Возвращаемся назад. Итого. Получается, что эта вот грань с известной координатой, в этом направлении известна какая там грань, но неизвестна координата. То есть получается, что чтобы ту грань, которая стоит от нас в направлении дир, ну допустим сверху, поставить к нам лицом, оказывается, нам нужно ее провернуть в обратном направлении. То есть если мы провернемся в том направлении, то наша грань что перейдет? А нам нужно, что та, которая в направлении дир от нас сверху оказалась глядящей на нас. То есть нужно ее в обратном направлении прокатить. Ну, как я говорил, вот этот вот массивчик, это какие повороты нужно сделать, чтобы грань оказалась в положении торчащие на нас из экрана мне в глаза. То есть вот это вот какие нужно было сделать повороты, чтобы вот эта грань такой оказалась. А вот так вот получается, если я еще и так сделаю, то та грань, которая от нас в направлении дир, тоже окажется в начальной координате. Итого, получается, что мы как будто применили вот эти все ротейшены и теперь та грань, которая в направлении дир, смотрит на нас. Вот она. То есть если мы сейчас применим обратные, в обратном порядке, в обратном порядке все эти повороты применим, ну вот ротейшен, пополнитель, мы заполняли, то мы узнаем, где эта грань стояла до всех поворотов. Применили, посчитали. Вуаля, все. То есть еще разочек. Как мы считаем phase transition? Сначала заполняем для тех граней, которые стоят рядом друг с другом. Знаем из этой грани в этом направлении получается эта грань. Дальше. заполняем координаты в кубике. Для нулевой грани она уже стоит, смотрит на нас, для остальных заполняем, соответственно, постепенно расширяясь в соответствии с тем, что нам известно. Заполнили координаты в кубике. Дальше. Зная координаты в кубике, мы заполняем вот эту карту, ну то есть берем очередную, проворачиваем, смотрим, ага, там стоит вот эта грань. Значит она в том направлении от нас. Заполнили. Потом вот таким двумя несложными преобразованиями завершаем, требуя нам уже карты переходов. Ну все. Получается, что мы задачу решили. Задачу решили. Давайте проверим, запустим. Проверяем, запускаем. 86,382. Это правильный ответ. Ура! Ну, я поскольку показывал, когда несколько раз случайно переключался вот на этот solution, то, наверное, стоит показать, как я на самом деле выглядел мое решение для этих всех штук. Какая-то страшная фигня. Какие-то проверки, какая-то чушь. Это парт 1. Какая-то жуткая штука предзаполненными транзишенами парт 2. Но для того, чтобы записать это видео, мне пришлось подумать и сделать, придумать, подумать, придумать и сделать алгоритм, который работает универсально. Собственно, на этом все. Я так-то хотел записать скринкаст, как я это решал, но после часа приятного решения понял, что он будет просто несмотребелен. Поэтому я это все выключил и дальше уже решал без всяких скринкастов. И решил. Зубодробительная задачка. Повезло мне. Повезло. Но это хорошо. Она мне понравилась. Ну что ж. Играйте в Advent of Code. Ждем следующего дня. Я не думаю, что будет такая же беззубодробительная и сложная, как сейчас. Но в целом почему бы и нет? Сейчас сложнее, тем интереснее. Вот на этом действительно все. Удачи. Всем пока.